Привет всем и вся! Сразу хочу сказать одну вещь, пока не забыл. Подпишись на канал, если не морковка, давай сделаем канал лучше. Итак, сегодня я поведаю о мультсериале моего детства и многих, кто хоть как-то помнит 90-е. Ну и кто, собственно, родился в то время? Название данного мульта — Горец. Это мультсериал франко-канадского производства, вышел он в 1994 году и продержался два сезона. В России транслировался на телеканале НТВ и выпускался на видеокассета. Лично я посмотрел его на видеокассете, где сразу было 10 серий этого мульта. Так, немного полезной информации. Все, наверное, помнят фильмы по вселенной Гори с Кристофером Ламбертом в главной роли, ну или сериал Гори с Селеном Полом. Короче, этот мульт что-то типа косвенного продолжения. Действие происходит в антиутопическом будущем, через 700 лет после Великой Катастрофы, которая вроде как произошла из-за ядерного взрыва. Короче, большую часть человечества выкосило. После катастрофы все бессмертные собрались на горе Клетв и решили отречься от меча и сражений между собой, так как это уже вроде как неактуально. Они все решили передать свои знания следующему бессмертному. Кстати, после передачи знаний бессмертный становится смертным. И вот, как всегда, один не согласился и превосгласил себя последним бессмертным. А как мы помним, слоган Горца останется только один. Этим бессмертным стал Картан. Итак, действие переносит нас в город, где живет паренек по имени Квентин Маклауд, который является бессмертным. Не буду рассказывать, как он им стал, сами посмотрите. На его деревушку нападают солдаты, которые служат тому самому Картану, который за прошедшие 700 лет нехило поднялся и имеет свой город и армию. Солдаты полностью уничтожают деревню и попутно убивают мать Квентина. Да, перед смертью рассказывают ему, что он избранный и должен спасти человечество от тирании Картана, и что за ним должен прийти чужеземец. Бежав бегством с деревни, Квентин со своей сестрой Клайв встречает путника. Он представляется Ромидосом, стать он тоже бессмертным. И рассказывает Квентину о том, что он избранный и сойдется в битве с Картаном. Но не сейчас. Для этого он должен набраться необходимых знаний и навыков у других бессмертных. Короче, прокачаться до необходимого уровня. С этого момента и начинается его поход, который будет нелегок и тернист. Не буду весь сюжет рассказывать, скажу лишь, что сериал отличный. Рисовка для того времени хорошая, музыкальное сопровождение вообще отдельная тема, композиции просто радует ухо. Итого, данное мультипликационное произведение рекомендовано к просмотру. Сам недавно пересмотрел его и остался вполне доволен увиденным. Так что быстрее идите и смотрите в интернетах. Если понравилось видео, подпишись на канал по ссылке внизу или по аннотации. На сегодня все. Всем и вся. Пока!